МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Преодолимое препятствие и последствия закрытия пешеходного перехода в районе спортивной школы. Мартовские коты в Доме молодежи прошла ежегодная выставка. Путь к чемпионству хоккейный клуб Саров-Инвест одержал победу в выездном матче. Далее расскажем обо всем подробно. Для автомобилистов новые знаки, для пассажиров общественного транспорта – остановочные комплексы. Открытие нового моста через Дрекусатис внесло коррективы в схему дорожного движения по проспекту Музруково и улице Довиденко. Изменения коснулись и пешеходов. На подходах к проезжей части в районе спортивной школы появилось, на первый взгляд, непреодолимое препятствие. Почему закрыли пешеходный переход? С таким вопросом в рубрику «Городской дозор» обратились обеспокоенные сыровчане. Пешеходы уверенной походкой двигаются в сторону проезжей части, но некоторые в последний момент останавливаются и меняют свое решение. А все потому, что на дороге в районе спортивной школы больше нет пешеходного перехода. Убрали его после введения в эксплуатацию нового моста через Дрекусатис. Но взамен горожанам организовали целых два перехода. Правда, в нескольких метрах от прежнего. Один вообще регулируемый, который около Музрукова, вообще он безопасный. Там выделена фаза дополнительная для пешеходов, она отдельная. Либо на пешеходном переходе, который на перекрестке с улицы Довиденко. Подход к проезжей части преградили заборами. Сделали это для того, чтобы горожане случайно не вышли на дорогу, на которой уже достаточно давно нет ни соответствующих знаков, ни зебры. Но, как оказалось, далеко не все обращают внимание на установленные ограждения. Дабы сократить время и срезать путь из старого района в новый, саровчане просто-напросто обходят забор и переходят проезжую часть в привычном месте. В то время как именно здесь зона достаточно плохой видимости для автомобилистов. Огромные сугробы на обочинах не позволяют водителям увидеть человека на дороге. Сусоматически стараемся выставлять туда автопатруль именно в вечернее время, потому что обычно вечером дети закончат тренировки, либо на тренировку идут там козьими тропами этими. Инспирада ПС проводит с ними беседу. А для тех, на кого разъяснения сотрудников ГИБДД не подействовали, существуют административные меры. За переход дороги в неположенном месте нарушителю грозит штраф. Дарят Сопорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Предприимчивый житель нашего города решил подзаработать и сдать в аренду квартиру. Правда, не свою, а чужую. В поле зрения мужчины попала в собственность его знакомой, а в качестве потенциального арендатора Саровчанин выбрал тоже, на первый взгляд, надежную кандидатуру. Но в результате несостоявшемуся риэлтору пришлось написать заявление в полицию. Мужчина не получил от потенциального клиента обещанных денег. К тому же из квартиры пропали ценные вещи. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Сразу после праздников город сколыхнула шокирующая новость. На тропе здоровья был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства случившегося удалось установить достаточно быстро. По данным полицейских, компания молодых людей праздновала день рождения друга на природе. По возвращению домой виновник торжества обнаружил, что дома нет его двоюродного брата. Пришел обратно на эту дорожку, где полянку в день отдыхали, и обнаружил закаменевшее тело. Ну, соответственно, сразу позвонил в полицию, скорую. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшим оказался тот самый пропавший двоюродный брат. Но мужчина, обнаруживший тело, не сразу признал в нем своего родственника. Он нашел тело. Когда он его посмотрел, он не понял, что это его брат. То есть он просто был в сильном алкогольном состоянии. Но на этом история не закончилась. После трагического происшествия в дежурную часть вновь раздался звонок. Мужчина выгуливал собаку на тропе здоровья и обнаружил на этом же месте еще один труп. Из этой же компании им оказался гражданин Б, труп гражданин Б, 83-го года рождения. То есть они ночь проночевали в лесу, то есть они много выпили, уснули и, соответственно, замерзли. Еще одно печальное событие произошло с женщиной 28-го года рождения. Находясь дома, она занялась изготовлением травяного отвара. Хозяйка положила сушеные травы и спиртосодержащую жидкость рядом с газовой плитой. В результате чего на кухне в считанные минуты вспыхнул пожар. Женщина получила многочисленные ожоги, после чего скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчане завоевали бронзовые медали в Интитуальной Олимпиаде Приворского федерального округа. 168 школьников состязались в эрудиции, скорости мышления и сообразительности по нескольким дисциплинам. Робототехника, программирование и решение изобретательских задач. По итогам соревнований тройку лидеров замкнула команда юных интеллектуалов из Нижегородской области, в состав которой вошло 6 школьников из лицея номер 15 и ученик третьего лицея. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция просит помочь найти человека. 5 марта ушел из дома и не вернулся Горин Александр Николаевич, 1971 года рождения. Основные приметы – рост 180-190 сантиметров, крепкое телосложение, длинные русые волосы со светленными и крашенными концами. На момент исчезновения был одет в бежевый джемпер, синие джинсы, черное драповое пальто и черную драповую кепку, а также черные остроносые зимние ботинки. Все, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просят позвонить по телефону 605-41, 605-33, 605-22 или 02. На этой неделе в художественной галерее покажут фестивальные мультфильмы. В четверг, 14 марта, там стартуется российская акция «Открытые примеры-2018». На протяжении трех дней в галерее будут идти показы около 50 российских мультфильмов, после чего зрителям предложат назвать лучшую, по их мнению, картину. Итоги голосования учтут при подведении итогов 23-го открытого российского анимационного фестиваля, который пройдет Суздале. Вход на кинопоказы свободный, расписание можно посмотреть в официальной группе художественной галереи ВКонтакте. 4 марта в Кстово прошли детские соревнования по горным лыжам. В них приняли участие 17 соровчан, которые заняли сразу 7 призовых мест и в том числе одержали 3 победы. Золото завоевали Ксения Занина, а также Олег и Никита Шибанова. В актовом зале Департамента образования собрались работники школ и дошкольных учреждений. На торжественном концерте, посвященном Международному женскому дню, почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд наградили учителей и воспитатели, которые внесли вклад в развитие системы образования нашего города. Большую часть любого педагогического коллектива составляют женщины. И в преддверии 8 марта им было особенно приятно знать, что их старания на нелегком поприще воспитания и обучении детей оценили на высоком уровне. На самом деле, то, что вы делаете, вкладываете свою душу в наших детей, мы затем этих детей видим уже на сценах, на спортивных площадках. Более 30 работников сферы образования были отмечены грамотами и благодарственными письмами администрации. На торжественной церемонии наградили тех, кто собственным примером увлекает детей в мир науки и знаний. Каждый из вас действительно искренне любил свою профессию. Но вместе с тем, я вас очень прошу помнить, что каждый из вас уникальна, неповторима, восхитительна, умна, талантлива, прекрасна, очаровательна и самая лучшая женщина в мире. Разговор о представительницах прекрасной половины человечества продолжили педагоги 11-й школы. Именно они создавали праздничное настроение своим коллегам по цеху. Ни слово о работе, только песня, танцы и юмор. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Милые скотиши, игривые бенгалы и короли кошачьего мира, величественные мейн-куны. В Доме молодежи прошла выставка «Мартовские коты». Организаторы подготовили для гостей творческие номера, конкурс костюмов и множество других сюрпризов. На этот раз выставку посвятили пятилетию Саровского клуба любителей кошек. Если посмотреть на кошек породы корниш-рекс, кажется, что это именно они изображены на египетских фресках. Такие же стройные и длиннохвостые. А глаза этих красавцев соответствуют основному окрасу шерсти. Ясные, учистые, янтарного, кумариного, изумрудного или желтого цвета – они могут пленить любого. Пленили они и Татьяну Шалдину. И семь лет назад у нее дома появилась кошка этой породы по кличке Сафари Тирамису. Кисонька очень добрая, очень-очень ласковая, очень человечная. Я ее зову нянькой для своего сына. Она его ходит, укладывает спать. Выбранный эту породу пал не случайно. Татьяна искала себе такого четвероногого любимца, у которого был бы мягкий характер, а главное, чтобы не вызывало у ребенка аллергии на шерсть. Если аллергия именно на шерсть, то эту киску заводить можно. Но если на слюну и на выделение на ферменты, то, естественно, кошка она и вопреки кошка. В программе выставки «Мартовские коты» гостей ждало немало сюрпризов. Это и шоу домашних кошек, конкурсы рисунков, викторины и, конечно, традиционное представление пород. Полно русская порода кошки – сибирская. Также в этом году любители кошек приняли активное участие и в конкурсе костюмов. Кто-то просто нарядил своего любимца в красивый комбинезон, а кто-то подошел творчески и превратил кота в пчелу, царя и шахерезаду. Но первое место занял Скоттиш Фолд в костюме Дарт Вейдера по кличке Алмаз. Покупали мы его в Москве еще маленьким котенком. Теперь у нас уже большой международный чемпион. Все, что можно по России, мы уже выиграли. Большое количество кошек, а желающих их погладить – еще больше. Казалось бы, это настоящее испытание для четвероногих, но нет. Большинство котят без проблем шли на руки и играли со зрителями. Мария Ируинч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. 15 участников и строгий регламент в три часа. А в нашем городе завершились вторые зимние соревнования по рыбной ловле на безносадную мормышку. Перед претендентами на победу стояла непростая задача. Рыбу необходимо поймать фактически на голый крючок. Подробности в следующем репортаже. Чтобы поймать сонную зимнюю рыбу, нужна сноровка и удача. А для того, чтобы высидеть на морозе возле лунки несколько часов, рыболов должен обладать выдержкой и терпением. Клевало у всех по-разному. Так, приз за волю к победе получил участник, поймавший всего одну рыбу весом 4 грамма. Судьи оценивали результаты в нескольких номинациях. Традиционную статуэтку «Биг Фиш» получил рыболов за леща весом почти 100 грамм. А золотую медаль вручили Александру Романову. Самому опытному рыбаку его лов превысил 600 грамм. И как считает победитель, секрет успеха – это тренировки и самодельные с Настей. Я за неделю готовился, паял, сверлил, все, оправдалось. Очередные соревнования собрали любители спортивной рыбалки от мала до велика. Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему – далеко за 50. Люди, кто хотят заниматься не обычной рыбалкой, а спортивной, уже немножечко другие понятия – спортивной и любительской рыбалки. Кому больше интересно азарт, соревнования, федерация этому способствует. Все участники были отмечены дипломами Федерации спортивной рыбалки. Организаторы подготовили памятные подарки и спецпризы. Опытные рыбаки подтвердили, а некоторые повысили спортивные разряды. Елена Грецкого, Владимир Есейников, Владимир Лисик, служба новостей, СОРОВ-24. В минувшие выходные хоккейный клуб СОРОВ-Инвест провел вторую игру в рамках серии плей-офф чемпионата Нижегородской области. В выездном матче наши спортсмены встретились с ледовой дружиной из Арзамаса. Но домашние стены не помогли сопернику одержать победу. Наши хоккеисты заладели преимуществом с первых минут. Подробности далее. Интриги не получилось. На 14 забитых командой СОРОВ-Инвест шайб хоккейный клуб из Арзамаса смог ответить всего четырьмя. Игроки СОРОВской команды взяли на себя инициативу с первых минут встречи. Три быстрых атаки закончились голами в исполнении Михаила Румынина. Завершать матч с двузначным счетом на табло нашим ребятам помогает не только тренировки и личное мастерство. Поддерживают близкие, приезжают девушки, жены. И так, ну обычные болельщики тоже видно, орут, болеют. Поддерживают команду, чтобы выиграл даже не в своих дверях дома. Во втором периоде болельщики оживились на трибунах. Собравшись силами в перерыве, Арзамасские хоккеисты начали отвечать голом на гол. Несколько пропущенных подряд шайб хоккейной команды СОРОВ-Инвест слегка озадачили тренера. Счет все равно позволял играть. Я думаю, небольшие расслабления сказались. И где-то вратарь неуверенно сыграл. После второго перерыва хоккеисты СОРОВ учли ошибки предыдущих игровых отрезков и вновь смяли оборону Арзамассцев. Быстрые атаки и точные пассы, множество бросков по воротам и удаления, которые следовали одно за другим. Борьба выдалась интересной и эмоциональной. По мнению болельщиков, вторая встреча этих двух команд получилась более зрелищной. Видно, что спортсмены из Арзамаса готовились ко встрече с лидерами турнира. Ну, уже они почетче стали играть, сопротивляться, бороться. Ну, интересная игра становится. Игры серии плей-офф только начались. И впереди у команды СОРОВ-Инвест еще немало выездов и домашних матчей. Как показывают результаты всех предыдущих игр, у ребят есть большие шансы стать чемпионами области. Кирилл Васильев, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин